А вот следующий на сцену выйдет совершенно чудесный человечек, поэт Борис Лайнер. Человек, на чьих стихах я воспитываю своих внуков. Вам тоже рекомендую. Борис Лайнер, прошу. Где меня будет слышно? Я пишу для взрослых и для детей, но больше всего я люблю писать между тем и этим. То есть стихи, которые были бы интересны и взрослым, и детям. Потому что взрослые часто не понимают детские стихи. Дед, значит, они считают, что они из них выросли. Дети не понимают взрослых стихов. Можно так написать, чтобы было и тем и другим. Но это не так просто. Нужна привычка, у меня она есть. Так получается, что я во многих жанрах, в которых я пишу, многие из этих жанров близки к песне. Вот, казалось бы, есть такой японский жанр, называется хайку. Это тоже близко к песне. Почему? Потому что само слово это означает «песня», когда ты читали нараспев. А, значит, но я пишу не лирические хайку, значит, нерифмованные трехстишек, то есть. А пишу юмористические, они называются «Сэмлю». Написал я целую вот такую книжку. Автор, самый известный японский поэт, писавший в жанре хайку, носил имя «Васё». А у меня эту книжку он написал, я тут только переводчик, написал семипластник, его зовут Вася, поэтому он взял себе сезоним «Васё». «Васё» называется «Школьный хайку». Ну, поскольку он человек иронический, он пишет, описывает все, что видит, следующим образом. «Жёлтые листья в окна тюрьмы ветерком занесло. В школу пора». «Видел случайно, химичку физрук целовал. Пожить люди». Вот он сходил на урок истории. «Знаю теперь, бритты Англию вставили на сериале, а Русь бородатой». «Улитка ползёт по листку за окошком. Дождусь ли звонка». Ну, тут их много, поэтому прочитаю ещё такой маленький цикл из двух хайку. «Тихо-тихо в школу ползи, как улитка по склону фудзи. На обеда успеешь». «Быстро-быстро из школы беги, чтоб догнать не успели враги и вернуть на дежурство». Значит, ну, вот это один жанр. Второй жанр. Жанр называется «Русская народная песня». «Русская народная песня». «На краю деревни нашей, ни узка, ни широка, протекает речка Каша, луговые берега. В ней сумы кита не мельче, и дельфина караси. Жаба вылезет под вечер, просто ноги уноси. Рак с варябом подерётся, выше катер волна. Лещ под утро кувырётся, эхо плещет до темна. Всё само заходит в сети, всё клюёт без червяка. Не уйти с рыбалки детям без загитого садка, без живтюжины в ракушке, без свистелки в кулаке, без честушки-завидушки, Проколошу на крючке. И ступнётся в каше пешей, не отстанет верховой, Наберёт батлашку лешей и ведёрко тумовой. Краша каши нет на свете, ровне даже не ищи. Разве только у соседей пригодится к речке щи?»